МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Все равно выпадет или все-таки лечить?" Тема очередного выпуска программы -"Только спросить молочные зубы и уход за ними". Почему у совсем маленьких детей начинают портиться зубы? Можно ли этому как-то противодействовать? Как выбрать лучшую щетку и подходящую зубную пасту? Неправильный прикус? Почему он формируется? Все дело в пустышке или не только в ней? Обо всем, о чем вы хотели спросить у стоматолога в сегодняшней программе. Лариса Владимировна, с детьми какого возраста вам приходится работать? С какого возраста начинают детей приводить к стоматологу не на профприем, а с какими-то проблемами? Лариса Куваева, детский стоматолог высшей категории, заведующая детским стоматологическим отделением номер 2 Брянской областной стоматологической поликлиники. С проблемами они могут приводить и с момента рождения, потому что до года у нас возникает молочница у детей. Но если вы имеете в виду конкретно с зубами, когда проблемки начинаются, то они могут возникать уже и после года, когда передние зубки прорезались, уже испортились, и родители жалуются, что вот по какой причине. В первую очередь я спрашиваю, а не кормите ли вы ребенка ночью. Как выясняется, да, практически в 100% случаев родители дают что-то, либо питание, либо сладкий компот, чай. В общем, что-то ночью ребенок пьет, причем через бутылку. И развивается так называемый бутылочный кариес. Бутылочный кариес – стремительное разрушение молочных зубов в результате длительного действия углеводов смесей, соков или грудного молока, создающих благоприятные условия для развития кариесогенных бактерий. Ближе к году, когда ребенок уже в ночное время не должен есть, с того момента я говорю, старайтесь ночью ничего, кроме воды, ребенку не давать. Потому что вы также должны перед сном хорошо его покормить, зубки почистить, и ребенок лег спать. Появился один зуб, вы должны уже начинать чистить зубы. Есть и салфетки разные, влажные, продаются в аптеках, протирать зубки перед сном. Либо щеточка зубная. Но зубная щеточка, я говорю, больше уже, когда у детей уже появляются 4 передних и уже боковые зубки их. Если передние зубки вы можете какую-то влажную салфеткой протереть, то боковые, которые сами с ямочками зубы, они должны щеточкой вычищать. И причем щеточка не та, которая силиконовая, на пальчик одевается. Это больше массаж десном, когда зубов еще нет. А уже вычищать щеточка должна быть специальная. Насадка зубной щетки должна соответствовать возрасту. В идеале ее головка не закрывает больше двух зубов ребенка. Для малышей до двух лет это не более одного сантиметра. Для дошкольников чуть менее полутора. Для школьников максимум один сантиметр семь миллиметров. Щетинки первой щетки экстра мягкие. После семи лет можно переходить на среднюю жесткость. Вы говорите, даже вот только-только прорезанные зубки уже начинают портиться. От чего это зависит? Наверное, не только от кормления ведь. Кормление, именно кормление дает вот эту вот пищу бактериям, которые живут у нас в полости рта. И происходит разрушение эмальки, да. Происходит деминерализация эмали. Начинает уходить вот этот кальций из эмальки зубов. Питание в ночное время. Отсутствие чистки зубов, навыков. Родители иногда на это как-то не особое внимание обращают. Думают, что это не обязательно, а это надо. Одну чистку зубов вы можете заменить сыроедение. Это яблочки, груши, морковка. Главное, ребенок, чтобы зубки свои поточил. Тем самым произойдет самоочищение. Это, вероятно, все-таки только один из факторов того, что портится зубы. Что еще влияет? Может быть, наследственность? Наследственность больше влияет, конечно, уже постоянные зубы. На молочные зубы влияет в большей степени мама. Каким образом она переносила свою беременность, токсикозы все, насколько хорошо она ела творог, скажем так, содержащий кальций, например, рыбу. Когда зубки молочные прорезают, они чаще всего прорезаются хорошенькими. Редко, когда это уже какое-то действительно наследственное заболевание, когда отсутствует эмаль зубов. Это уже действительно серьезная проблема. А когда зубы здоровы, вот тут главное не дать им испортиться, пока эмаль не зрелая. А эмаль не зрелая еще в течение трех лет после прорезывания зуба. Но это зубы, так скажем, молочные, они временные. Нужно ли их лечить? Да, зубки нужно лечить, особенно если они причиняют боль. Если даже зуб развалился и остались корешки молочных зубов, и при этом они не беспокоят, они до поры доврения могут стоять, не давать возможность другим зубам сместиться в сторону дефекта. А когда уже зубки будут расти, или если зуб будет корни беспокоить, вот тогда можно их удалить. А если мы говорим о профилактических осмотрах, в каком возрасте их положено делать? Профилактические осмотры основной у нас, вот я говорю, в месяц жизни, потом идет 2 года, 3, и каждый год жизни до 18 лет мы осмотрим своих детей. В месяц смотрят в основном уздечка, насколько челюсти правильно формируются, а уже другой плановый профосмотр – это 2 года. Но я считаю, вот раньше был год, это было лучше, потому что в год мы родителям говорили отучить от соски, про питание ночное говорили, про чистку зубов рассказывали. Сейчас чаще всего родители к 2 годам, когда мы уже осматриваем, они приходят, зубы не чистят, ночью кормят, соски у них еще есть, понимаете? А это уже какой-то отпечаток на отрицательное, в общем-то, воздействие на зубки. Иногда родители говорят, что ребенок только засыпает соской, это тоже очень плохо. Потом ребенок не может заснуть, чтобы не пососать кончик волос, там какой-нибудь палец или кончик одеяла. Второе воздействие – если соска долго, то уже появившиеся зубы, они деформируются. Уже в 2 года дети приходят, и я смотрю на их прикус, он открытый. Зубки не смыкаются, а вот с таким промежутком. То есть в эту пустоту, образовавшуюся от соски, идет тот же палец, губа нижняя, вот так они ее засадят, или верхняя, и тоже происходит, еще больше усугубляется вот эта патология прикуса. Я уже в 2 года говорю, вы сейчас отучите, к 5 годам немножко возврат происходит, потому что еще хрящевой скелет у нас у детей в 2 года, и поэтому возврат может произойти. Насколько он полностью, неизвестно, как уже свои механизмы сработают. А к 5 годам уже нужно, чтобы прикус сформировался правильный. Поэтому максимум 2 года уже, я считаю, поздно, когда соска есть. Если все-таки пустышками пользуются родители, предпочтение есть к их форме? Любая соска, она только вред будет носить, но после определенного возраста. Если это до года, лишь бы она не была длинной, потому что иногда месяцев 2-4 приносят нам деток, у которых на мнебе язвочка. Именно от того, что вот эта длинная соска, она натирает. И ребенок тогда и беспокойный, отказ от еды. А в этом возрасте мало что можно ребенку выписать для эпитализации, поэтому заживление, оно идет длительное. И с температурой такое заболевание, так называемое автобеднара. А для более старших детей, может быть, есть еще какие-то дополнительные рекомендации для сохранения здоровья зубов? Если ребенок достаточно употребляет продуктов, где содержится кальций, где рыба хотя бы раз в неделю, я говорю, уже должна быть, потому что там микроэлементы содержат, которые тоже нужны для зубов, не только кальций, там вообще полный. Витамин D, вероятно, тоже. Хорошо, именно в костях отложился. Если ребенок, у него аллергия на лактозу, ну еще на какие-то продукты, да, питание, которое содержит кальций, то тогда, конечно, тут помогают препараты кальция. Посоветуйте с педиатром, можно ли вам принимать вот кальций. Важно научить ребенка правильно чистить зубы выметающими и круговыми движениями от десны. Не забываем про внутреннюю поверхность зубов, а затем переходим к режущей и жевательной поверхностям зубов. До 6 лет контролируйте чистку вы. Он может там повозить, зубную пасту всосать в себя, там особенно маленькие дети, вкусная зубная паста. Ее можно прогладывать, если она детская. А уже взрослый, с 6 лет, ребенок может уже пользоваться и взрослой пастой. Не только молочные зубы, в этом возрасте уже появляются и постоянные. Вот они у нас не защищены. Они у нас со свежей эмалью, с незрелой эмалью, которая будет еще в течение 3-4 лет дозревать. Это в основном передние зубки и 6-е зубы. Многие родители думают, что это молочные. Когда ребенок в 10 лет приходит, а зубы разрушены, и родители в шоке, что это постоянные. Они говорят, так он же не менялся, а он не меняется. Он в районе 5-6 лет, то есть когда меняются 2 передних зуба, начинают расти боковые, самые дальние, за всеми молочными зубами постоянные зубы. Вот там они бугристы, вот там любят скапливаться на лед. Дети не достают туда щеткой, не возят. Вот я родителей прошу, вычищайте, вычищайте со всех ямочек, со всех сторон именно 6-е зубы. Сейчас многие частные кабинеты себе в штат вводят гигиениста. Прежде чем попасть на лечение, если ничего не беспокоит, зуб никакой не болит, гигиенист полностью чистит зубки, и тогда выявляются, возможно, где-то фиссурки, глубокие очень фиссурки, которые можно загерметизировать. Это как профилактическая процедура. Если это дырочка, то полечить. И с другой стороны, ребенок почувствовал, каким образом прикладывалась щеточка, с каких поверхностей, каким образом доктор проводил. И ребенок запоминает. Конечно, маленькому ребенку это трудно еще сделать, вот, а уже ребенку 6 лет и 7 и плюс туда, школьнику, они уже могут сами уже после этого контролировать, правильно ли они чистят зубы. Некоторые дети, например, подростки, у них после 12 лет, 11-12 лет, идет гормональная перестройка организма. И тут уже начинают воспаляться десны, кровоточивость, болезненность десен. Они ухудшают чистку зубов. И тем самым получается замкнутый круг. Зубы не чистятся, десны еще больше воспаляются, и налет начинает накапливаться, еще больше усугубляться. Вот таким детям им нужно сразу, как только они свою кровоточивость обнаружили у себя, приходить к нам, и тогда уже наш доктор профессионально почистит зубки и назначит лекарственные препараты для уменьшения кровоточивости десен, чтобы все-таки чистка происходила в любом возрасте и при любом состоянии. Когда ребенок болеет, когда высокая температура, вы же сами знаете, что не хочется есть. И не происходит самоочищение в полости рта. И налет все равно накапливается. Кстати, налет накапливается не только на зубах, но и на языке. Кроме зубов надо еще и язык чистить. Есть специальные скребки, но можно и обычной зубной щеткой. Все ли конфеты одинаково вредны для зубной эмали? Вред даже приносит больше не конфета, а ее длительность во рту. Мама иногда приводит и говорит, ну скажите ему, что нельзя есть конфеты. Я говорю, ну почему нельзя? Одну-то можно ребенку дать, но я говорю, дали одну конфетку и дали одно яблоко. Вот тогда будет хорошо. То есть он конфету яблочком заел, произошло самоочищение, и тем самым флаж среды у нас вернулось немножко в это. Или хотя бы попить водичку, пополоскать. Ну и в завершении нашего разговора, может быть, вот призыв какой-то к родителям резюмировать все вышесказанное, на что делать убор. Да. Приучать детей к чистке зубов с детства. То, что он почистил, это хорошо. Ну и вы ему помогаете. До 6 лет дети вот этих навыков не имеют и плохо чистят зубы. Поэтому контроль всегда. Если вы видите, что ребенок мало ест продуктов с кальцием, то почему нет? Посоветовавшись с педиатром, вы можете выбрать себе такой размах сейчас препаратов кальция. Ну и твердая пища. Да, твердая пища однозначно, сыроедение. Дети не едят сейчас овощи вообще. А я говорю, овощи должны присутствовать, ну не только в обработанном виде, но и в необработанном. Тот же огурец погрызть, яблоко погрызть. И раз в полгода, даже если у вас все хорошо, все равно раз в полгода приходите. Доктор уже посмотрит, надо вам что-то делать или не надо. И пока это все, пишите, звоните, спрашивайте. И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова